МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нами предлагается компенсация для граждан 70 лет в размере 50%, достигших 80-летнего возраста в размере 100% компенсации. Кроме того, мы еще предлагаем детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей компенсацию в размере 50%. Другой законопроект предлагал внесение изменений в официальный документ о транспортном налоге, чтобы расширить круг получателя льгот. Решено полностью освободить от уплаты транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем. Кроме этого, не будет платить копеечку в бюджетную казну один из родителей, усыновителей или попечителей ребенка-инвалида, владеющий легковым транспортным средством с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Сегодня у нас действуют льготы на автомобили до 100 лошадиных сил, но понимаем, что семьи все больше и больше покупают автомобили современные, где мощность двигателя варьируется от 100 до 130 лошадиных сил, и уже просто-напросто семьи лишаются такой меры поддержки. Поэтому и принято решение об увеличении квоты. Также члены правительства единогласно одобрили создание коррекционного органа по развитию моногородов и утвердили отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года. Напомним, общий объем доходов в региональную казну за этот период составил более 27 миллиардов рублей, объем налоговых и неналоговых поступлений – более 22 миллиардов. Нам удалось перевыполнить эти плановые показатели, поэтому я еще раз благодарю всех руководителей отраслей, которые активно приняли участие в этом и перевыполнили те задачи по доходной составляющей, которые были поставлены в рамках бюджета. Но впереди еще одно полугодие, и задача у нас еще более амбициозная. Не забыли и про садоводов, которые сами вышли с инициативы переноса профессионального праздника. Теперь День садовода. Вся область будет отмечать не 2 мая, как было принято раньше, а 14 сентября после сбора урожая. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правда. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова